...приз зрительских симпатий. Итак, слово передаю Наилю Муратову. Ну, я должен сказать, что в этот раз, если в прошлом году у нас были сложные подсчеты, первое место разделилось, и, в общем-то, работы было много у жюри, то в этот раз работы практически не было, потому что зрители были, ну, единодушны в своем решении. Я пока не буду интригу раньше времени портить. Я пока скажу о двух призах дополнительных, которые мы не могли вручить двум поэтам, которые произвели на нас сегодня очень большое впечатление. Это самая юная участница Анна Старко, у которой, несмотря на серию шероховатости в ее стеках, на массу замечаний, которые там стилистического плана, тем не менее, есть элементы настоящей поэзии, и которая под руководством нами всеми горячо любимого Игоря Иосифовича Потоцкого, в общем-то, я думаю, так сказать, уверенно, уверенно войдет в прияду одесских поэтов. Аня Старко, специальный приз. Помимо драматы участников, я очень рада, что вы с нами. Это самая юная наша очаровательная поэтесса, я надеюсь, что мы очень часто будем еще с ней встречаться. И второй участник, который тоже произвел впечатление, действительно, я бы сказал, настоящей поэзией. Ее не часто услышишь, но здесь она сегодня присутствовала. Настоящая поэзия – это Юрий Черножов. Спецприз дает право публикации в «Золотой книге». Это не просто вот какая-то грамота, а это то, что зашелик там популяризирует вас, и ты не ведешь. Мне так понравилось. Ну и раскрываем интригу. Я думаю, что ни для кого не явилось неожиданностью, что при зрительских симпатий с колоссальным отрывом от остальных участников выиграла Ольга Ершова. Вот этот момент мы сейчас запишем во всех нюансах. Вот этот момент, пожалуйста, запишите. Я наивно не знаю, как оторваться от победительницы, потому что да, это серьезный момент. И мы сегодня от всей души поздравляем Ольгу Ершову, нашу замечательную музу, очаровательную воплощение Марины Цветаевой на сцене, помимо этого воплощение ее в жизни. Но я надеюсь, что Ольга Ершова будет намного более счастлива в женской доле. Я надеюсь, что будет нас десятки лет радовать своим талантам и не исчезнуть с небосклонной Одессы, даже если будет проживать за рубежом. Вы очень поэтично говорите. Конечно. Я делаю все поэтично. Ну так, показывайте. Замечательно. Вы хотите что-то сказать, Ольга Ершова? А мы с вами получаем. Ну надо больше. Пустицы говорные. Больше новых стихов и меньше стихов. Я не знаю, наверное, можно что-то сказать. Хочу поблагодарить, конечно, всех. И в том числе свою простуду, благодаря которой я именно попала сюда, а не проделала эту массу дел, которые я должна была делать. Спасибо большое. Так, как-то неожиданно и приятно. За простуду. Спасибо. Я надеюсь, что не будет встречаться и завтра. Я надеюсь, что завтра, несмотря на простуду, приделайте вечером. И как куда? Говорили-говорили телевизором. У нас завтра завершает Светаевскую осень костер, после которого вы получите штуки непринужденная обстановка. Вот эта непринужденная обстановка нас инвестирует больше всего. Пожалуйста, ждем вас. Ребята, сейчас я хочу вызвать по одному из тех учащих, участвующих в нашем Юрии Черножуку. Я даже Черножук. Жук. Я передаю даже специальный приз. Нашлась вот такая вот удивительная грамота специальная. На специальный приз. Я хочу, помимо этого, вызвать тех, кому мы вручаем грамоту участника международного поэтического конкурса «Светаевская осень». Малонога Олег. Малонога Олег есть? Есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 26 января, помним, да? 26 января в 12.00. Творческий вечер Раиса Обухова. Пожалуйста, огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам очень тяжело было, вы знаете, в этот раз. Боже, я вижу Куркина! Господи, прости меня. Это же все возможно. Дело в том, что, конечно, очень ждала Куркина на все свои мероприятия. Наконец вытащила его на «Светаевскую осень», и ему придется опоздать. Давайте прервемся и дадим возможность все-таки Куркину зачитать его стихи, потому что он меня порвет на куски, в отличие от того, что нет следующей на шутках, если завтра не увижу. Куркин, пожалуйста, зачитайте хоть один стих, и мы продолжим дальше. Я хочу Ольге Ершовой, не надо ни перед кем отчитываться. Я тебя люблю. Вообще сегодня понедельник, до шести все работают. Добрый вечер ждем. Ну, мы играем. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Так грустно быть над теплыми строками, где сердце изнывая слезы льет, и тяжко бьется правда с ледниками, но дай Бог продвигается вперед, где фразы, словно гроздья винограда, а буквы, будто ягоды в рядах, стоят хмельной дурман под сенью сада, как сладость на несобранных плодах. Настояны они на горьких летах, на дерзких, но пророческих словах, бессонных зимах, на закатах и рассветах, на крыльях моря. Продолжение следует...